Вопрос от Дипики. Садгуру, на одном из даршинов вы говорили, что мы должны относиться ко всем так же, как мы относимся к вам. Садгуру, вы воплощение сострадания, но у меня дома есть одно несносное существо, и мне трудно видеть в нём вас. Как мне справляться с ним в подобной ситуации? Сколько лет брака потребовалось, чтобы произошла такая эволюция? Или регрессия? Я уверен, что в своё время он был прекрасным и романтичным человеком. Не знаю, за сколько лет брака он превратился в несносное существо. И насколько велика в этом твоя роль? Но особенно, если кто-то — гадкое существо. Особенно, если это так. Это ваше восприятие. Но особенно, если кто-то — гадкое существо у вас дома, или в офисе, или где-то ещё. Вы видите в них то, что характеризует не их, а вас. Вы хотите поддерживать ваши глаза, ум, сердце и тело в приятном состоянии или неприятном? Если вы посмотрите на него, я говорю, что даже это неприятное существо нужно видеть так же, как и меня. Я не говорю, что вы должны слушать его учения и обучаться у него практикам. Если вы смотрели на меня с определённым чувством благоговения, преданности, любви и привязанности, какими бы ни были ваши эмоции. Если да, пожалуйста, смотрите с этим чувством на всё. Я лишь хочу сказать, что у вас есть тело, ум, эмоции и энергия. Сейчас мы говорим о ваших эмоциях. Если вы достигли определённого уровня сладости эмоций в какой-то момент в вашей жизни, либо благодаря любви или преданности, или состраданию, но вы достигли определённого уровня приятных ощущений, это высокая точка в вашей жизни. Вам не нужно возвращаться оттуда, вы должны искать, как выйти за рамки этого. Какими бы ни были ваши самые высокие, самые сладкие и самые замечательные эмоции, сделайте это базовой точкой отчёта. Почему вы опять возвращаетесь? Если бы вы не знали таких эмоций, тогда я сказал бы вам, какая самая сладкая эмоция была в вашей жизни. Мой ребёнок, хорошо смотрите на всех, как на вашего ребёнка. Мы говорили вам такое в одно время. Затем я увидел вас сидящими здесь со слезами блаженства и любви на глазах и сказал, смотрите на всех так, как вы сейчас видите меня, потому что это сделает ваши глаза, ваш ум, ваше сердце, ваше тело и само ваше существо приятным и прекрасным. Дело не в нём. В особенности, если он сложный человек, тогда это хорошая тренировка. Даже если вы отправитесь в ад, у вас всё будет хорошо. Да. Потому что никто не давал вам гарантии. Я никогда не говорю, что достану вам билет в рай. Я постоянно угрожаю вам, что это случится прямо здесь. Вы должны понять, что речь идёт о вашей трансформации. Проблема с вами в том, что... В первую очередь, вы нечестны с собой. Работают ваши гормоны. Внезапно вы смотрите на кого-то. Ух ты! Не могу поверить, что она такая красивая. Она такая очаровательная. Он такой красивый, такой замечательный. Всё, что он делает... Вы обманываете себя. Нет, нет. Что бы они ни делали, вы делаете себя красивыми. Даже если они делают неприятные вещи, вы всё равно чудесны. Они делают неприятные вещи, а вы всё равно чудесны. Это фантастика. Они делают неприятные вещи, но вы думаете, что они делают прекрасные вещи. Это полная глупость. Был такой случай. Один человек из индийской армии рассказал мне эту историю, потому что мы пережили похожую ситуацию. Тогда он рассказал этот случай. Они были размещены в северо-восточном регионе, где достаточно много слонов. Он — командир. Он возглавляет группу из 18-20 человек. Они идут через джунгли. И вдруг видит огромного кабана. И все отступают. У них у всех есть оружие. Мощное оружие. Это антиповстанческая группа, что значит, что они полностью вооружены и экипированы. Они могут пристрелить кабана с сотни метров, с двухсот метров, откуда угодно. Но они отступили, потому что они там были не по этой причине. Но он рассказывал мне об этом, потому что подобное случилось с одним южным индийцем. Один тамилец, сержант, Хавалдар, внезапно опустил свое оружие и начал петь. Ганапати пришел «Ганеша, Ганеша» и начал петь мантру. Он знал какую-то мантру Ганапати и начал ее повторять. Он побежал вперед, подошел очень близко к слону, упал на колени всего в пятнадцати метрах от него и начал громко повторять эту мантру. Слон посмотрел на него. Что это за идиот? Обзывает меня разными словами, которые мне не нравятся. И эти люди смотрят, происходит какое-то чудо. Слон просто стоит там, а этот парень поет перед ним на коленях. Слон двигается очень быстро. Меньше, чем за две секунды или, может быть, пять секунд, он наступил на него. Он просто раздавил его. Развернулся и ушел. Эти люди были просто в шоке. Они просто увидели, как того раздавили. Кто-то достал оружие, но мой знакомый успокоил его, потому что тот был уже мертв. Человек был убит одним ударом. Я говорю вам это потому, что дикий слон не будет с вами любезничать из-за того, что вы называете его Богом. Вы называете его Ганапати и поклоняетесь ему, а он делает то, что должен делать. То же самое с существом в вашем доме. Он будет делать то, что должен, каким бы он ни был. Дело только в вас. Вы всегда думаете о жизни в контексте отношений. Нет. Я хочу, чтобы вы поняли. Прежде чем вы родились, и даже когда вы уже появились на свет, у вас не было отношений ни с кем, даже с вашей матерью. Это станет очень популярным высказыванием. Все будут ко мне цепляться. Но, пожалуйста, поймите, что у вас нет никаких отношений. У вас просто есть существование. Отношения возникают из-за ваших потребностей. Вы увидели в лице своей матери источник своего пропитания и пошли за ней. Вы увидели в ней основу своего существования. Вы быстро это распознали. В момент рождения ребенка передают какому-то мужчине или женщине и доверяют им заботу о нем, о его потребностях. Ребенок немедленно последует за ними. Все дело в том, что вы думаете, это приходит к вам, потому что вы мать, вы родили на свет этого ребенка. Нет. Вы формируете отношения из-за наличия потребностей. В противном случае есть только существование. Это существование может стать либо осознанным и жить в феноменальном присутствии, стать открытым ему, стать доступным ему, либо же продолжить заниматься своей ерундой. Ваша мать была самым потрясающим созданием, но теперь вы выросли, стали взрослыми и встретили одного парня. Он стал для вас самым фантастическим человеком в мире. Когда ваша мать вмешалась и влезла между вами, вы стали ее ненавидеть. Когда в вашей жизни появился этот мужчина, он был самым прекрасным, а потом он стал противным существом. Или так вы про него думаете. Теперь вы думаете, что он самый отвратительный человек. Так это и продолжается. Я хочу, чтобы вы поняли, и красоту, и уродство вы придумываете сами. Я не прошу вас ничего выдумывать. Я не прошу вас думать, что, что бы ни сделал этот человек, это будет прекрасно. Это идиотский способ жить. Просто если вы видите все, какой бы вершины ни достиг ваш опыт, сделайте это базовой точкой отсчета. Это будет рост. Вы играли в игру «Змея и лестница». Играли в такую игру «Змея и лестница». Когда вы играете в эту игру, ваша цель — подняться по лестнице. И как только вы подниметесь, вы не хотите попасть на змею и спуститься вниз. Вы хотите найти одну лестницу, потом другую, просто двигаться вверх. Это естественное проявление жизни. Как только вы достигли определенного уровня приятности внутри себя, не опускайтесь ниже. Это должно стать для вас точкой отсчета. Следующее должно быть только лучше и лучше. Когда я сказал, вы сидели здесь со мной со слезами на глазах и с любовью в сердце. Затем я сказал, пусть это станет основой, не опускайтесь ниже этого. Видьте все таким. Пусть, по крайней мере, это случится. Если это будет длиться без перерыва, постоянно, тогда, конечно, вы достигнете следующей лестницы. Это просто вопрос времени. Не спускайтесь вниз. Вот и все, что я сказал. И, пожалуйста, не говорите о нем, как о гадком существе. Бедный малый. Может, я это вам уже и рассказывал. Не помню. Но позвольте, я повторюсь. Шенкаран Пилай думал, что у его жены роман на стороне и нанял частного детектива. Я просто напоминаю вам. И он сказал, мне нужны доказательства. Детектив поджидал ее возле дома. Жена вышла на улицу. Он последовал за ней. Она отправилась в парк. Он за ней. На скамейке сидел мужчина. Как только он увидел ее, он сорвался и побежал к ней навстречу. Она побежала к нему. Они обнялись, взялись за руки и уселись на скамейку. Начали щебетать, радостно смеяться. Детектив снял все это на видео и отправился в офис к Шенкарану Пилаю. Пришел и сказал, у меня есть доказательства, которые вы просили. Я сделал свою работу. Потребовался всего один день. Я достал доказательства. Вот видео, смотрите. Шенкаран Пилай начал смотреть видео и воскликнул. Нет, я не могу в это поверить. Это не может быть правдой. Детектив сказал, что такое? Это видео, не подделка. Я снял его только что. Да нет, идиот. Я не могу поверить, что моя жена может быть таким интересным собеседником. Так что после этих 15 дней, когда ваш мужчина куда-нибудь уйдет, вы поймете, насколько интересным он был. Не делайте этого с собой. Субтитры создавал DimaTorzok